Приветствую вас, уважаемые самостройщики и начинающие строители на нашем таком полустроительном канале Стройный дом своими руками. Возможно, к нам уже на канал заглядывают и профессиональные строители, чему я буду очень рад. Сзади меня вы видите стенку, которую сегодня в этом видео мы с вами вместе построим, а также стенку, которая находится в парной комнате. Давайте я пока не буду ничего рассказывать, посмотрите видео и там все, все прекрасно изложено по всем вопросам. Уверен, многие из вас уже строили подобное, поэтому буду рад вашим советам, комментариям, а также конструктивной полезной критики. Всем привет, вы снова на стройке, но теперь уже она стала более интереснее, потому что она такая серебристая, красивая, интересная. Я только проснулся, сейчас 8.30, но работа она ждет. Без работы кони дохнут. Кони дохнут. Друзья, смотрите, сегодня у нас какая задача. Вот эту замечательную чашку, которую мы бетонную сделали, сейчас необходимо загидроизолировать и подготовить все к бетонным работам, к укладке кафеля и к постройке кирпичной стены, которую, кстати, буду строить я сегодня. Кто смотрит наши выпуски, все знают, что я полюбил такой замечательный материал, как дико, и им я сегодня загидроизолирую весь периметр. Но он реально работает. Делаем эту работу, пока это сохнет, мы едем с вами за кирпичом, привозим его и начинаем монтировать нашу стену. Кирпичную стену я хочу сделать там, где касается котел. Вот такая работа, друзья. Предлагаю именно этой работе посвятить его выпуску. Я не буду вам рассказывать о всех плюсах и минусах этого материала, дабы не задевать чувства верующих. Поэтому, перейдя по ссылкам, желающие найдут для себя всю интересующую информацию. Вот эта штука сейчас поможет нам сделать главную задачу. Она впитается в поры и не даст уже влаге уходить в саму ванну, в сам бетон. Это первый большой плюс. Второе, это лучше адгезия, потом материалы. Но это не так важно. Важнее всего, что мы сейчас защитим бетон от возможности промокания. Вот эти кальматирующие добавки, которые находятся в самом материале, они сейчас впитаются все в поры этой чашки бетонной. И будет просто шикарно. Алло, барышня. Здравствуйте, я сейчас за кирпичом подъеду. Вы часто просите в комментариях называть суммы, которые у меня тратятся на стройку. Понятное дело, что и наш проект будет в конце иметь смету. Пожалуйста, напишите в комментарии, нужно ли мне ее озвучить. А также было бы здорово услышать, что думаете о такой отделке, которую мы затеяли. Очень хочется по традиции новогоднего фильма с легким паром помыться в декабре уже в новой кедровой баньке. И отпраздновать с вами Новый год. А осталось-то совсем немного до торжества. Как вы думаете, мы успеем достроить? Нам нужно на аэродром. 705 килограммов, новый рекорд нашего прицепа. Обычно мы возили 500-520 максимум, сейчас 705. Ну что, попробуем? Тащить тяжелый прицеп по сибирским ухабам оказалось такой себе задачей. Боялся только одного, что мой старенький прицеп может развалиться по пути. В остальном, прицеп шел уверенно, я был как всегда на позитиве. Уже чешутся руки приступить к делу. Теперь переносим весь кирпич к месту кладки. Необходимо оснастить рабочее место освещением и освободить его от ненужных предметов. Сейчас кирпич уже просох, почти весь. Вот этот еще весь в инеет. Но для того, чтобы начать работать, у меня пока материала достаточно. Теперь, как правильно укладывать? Я, кстати, голову сломал, пока решал, как уложить. В идеале хочется класть его таким образом, потому что здесь можно проложить арматурку. Казалось бы, да? На самом деле, это просто такой штамп, и для этого сделаны эти отверстия. Вот, укладывается он вот таким путем на основание. Потом намазывается раствор, и на него кладется следующий кирпич. Почему выбрали именно этот? Все просто. У него две стороны, и две стороны рабочие. Эта сторона будет декоративная, красивая, выходить в мойку. В фарной будет вот эта сторона у нее. Та часть, которая за печкой, она будет наоборот работать. Такая фишка, и мы решили это сделать вот таким путем. Мне кажется, будет интересно смотреться. Кстати, для кладки тоже фишечка, которую я еще использовал, когда укладывал колонны для нашего забора. Вот по этому видосу вы можете посмотреть про колонны. Так вот, друзья, это вот такой пруток. Мы его будем прокладывать по внешнему и внутреннему плазику. Вот здесь накладывать раствор, укладывать кирпичи, потом его вытаскивать. И тем самым мы получим ровную расшивочку. Для ровной кладки кирпича отлично подойдет бечевка, которая будет служить ориентированно для первого ряда кладки. Но мы же использовали лазерный уровень. По мне, так это намного удобнее. Если пол неровный, то для первого ряда мы наносим выравнивающий слой раствора. Даем просохнуть первому выравнивающему слою и наносим на него новый слой раствора, но тоньше первого. Начинаем выкладывать первый ряд. Моя шнурка является лазером, вы видите, да? Я смотрю по внешнему слою именно лазером. И я нисколько не претендую на профессионализм. Кладчик я еще тот. Я сейчас только вспоминаю то, что я клал три года назад. Пардоните, никого ничему не учу, сразу говорю. Итог вы увидите, я думаю, вам понравится. Лишний раствор удаляем кельмой. В моем случае я это делал рукой. Чаще всего кирпичная перегородка бани имеет дверной проем. Но выставлять его заранее я не стал, чтобы не замарать. Слушайте, я что-то увлекся, прям в работу ушел с головой. Совсем забыл о том, что я должен вам-то информацию эту тоже как бы записывать. Реально хочу сказать, что такой кирпич мне очень понравился. По сути, это цокольный кирпич, но он будет являться батареей для этой бани. То есть при топке он будет нагреваться до температуры батареи. И потом потихонечку отдавать свое тепло. Так что это дополнительная каменка, это бетонная каменка. Мне очень понравилась мысль. И второй плюс, что у него с двух сторон красота. Потому что кирпич с двухсторонней красотой редко найдешь сейчас. Он с другой стороны идет такими гранями. Просто придется либо облицовывать керамикой какой-то. А мы хотели, чтобы это был чисто кирпич. И нашли такой вариант. Досилит путь идущий, как говорится. И главное, что с ним очень легко работать. Вот так берешь пальцем, просто расшивочку делаешь. Рваные края, они позволяют не сильно выпендриваться в плане декора, декораций. А смотрится это все ровненько и очень хорошо. Было бы в корне неправильно, если бы в выпуске про кирпичную стену я не рассказал об этом материале. Итак, кирпич называется рваный камень. Обладает оригинальной фактурой, имитирующей природный материал. Бархатистая поверхность придает постройке монументальность и ощущение объема. Материал железобетон. Прочность М150. Размер полуторный. 250 на 120 на 88. Вес одной штуки 4,3 килограмма. Количество штук в квадратном метре при толщине шва 1 сантиметр. 40 штук. Водопоглощение 6. Но тема впитываемости решаема. Мы будем использовать материал контрацит 3. Вот по этой ссылке я о нем рассказывал. Цена за штуку одного кирпича 26 рублей. Степень теплопроводности дерева и кирпича разнится. А потому нагреть баню с кирпичными перегородками будет очень сложно. Особенно в тех случаях, когда на улице мороз. Перегородка не обязательно должна быть цельной. Ее можно собрать из нескольких материалов. Но при этом стоит учитывать, что закрепить между собой элементы с различным сечением будет сложновато. В данном случае мы используем, как я уже и говорил, бетонный кирпич. То есть по сути камень. И у нас проблем с нагреванием стены не будет. Консистенция раствора должна напоминать сметану. Помните, что сразу после приготовления он начнет усаживаться и отвердевать. Добавлять в воду не надо. Через каждые 15 минут перемешивайте раствор и вам его хватит на час работы. Сзади меня вы видите всю красоту. Мне кажется, получается все здорово. На самом деле делаю все по уровню, пытаюсь делать аккуратно. Смотрите, как ровненько. Мне понравился цокольный кирпич. Отличная штука. Дороговато, согласен. Блин, он достоин. Так, ладно, давайте недолгой болтологией заниматься не будем. Сейчас я хочу вот эту печку отделать сеткой. Потому как потом этого сделать уже не удастся. Да это уже и сейчас тяжеловато. Надо сделать это как можно быстрее. Пришла пора нам сделать сеточку на нашу баньку. Давайте этим займемся. Фига себе! Вот это удар! Вот здесь так уголок расположен. Интересно. То есть этот будет не видно, он будет за. А этот я повернул туда, чтобы он закрывал вход тепла с этой стороны. Видите, да? Вот так. Все, сейчас накладываю кирпич. И все. Расшивку делаю пальцем. Отличный вариант. На самом деле кирпич для ленивых. Его класть одно удовольствие. Уже по той стене проверили, как работает батарея. Нагревается очень хорошо стена и дает свое тепло. Кирпичная перегородка в бане служит для отделения парилки от моечного помещения. Устройства несут несколько другие функции, чем стены. Основная задача разделения помещения большой площади на небольшие функциональные зоны. Если вы хотите иметь хорошую баню, надо сделать качественные перегородки. Для строительства перегородок в бане из кирпича, как правило, используют кладку в один или пол кирпича. Перегородки в бане делают из различного материала. Они могут быть из гипсокартона, дерева, силикатного или простого кирпича. Особенностью перегородок является влагостойкость, надежность и прочность. Конечно же, установить дверную коробку в парную можно было бы сразу и по ней вести кирпичную кладку. Возможно, было бы даже ровнее. Но я решил, чтобы не замарать и не испортить дверь, сделать это позже. Тем более, на полу мы будем с вами в следующей серии укладывать керамогранит. Обязательно размещайте в швы через каждые пять рядов полоски из стали или арматуру. Так вы упрочните перегородку из кирпича. Не забывайте в процессе работы периодически проверять вертикальность и горизонтальность вашей кладки. Баня внутри и снаружи должна выглядеть красиво. Это очень важная часть работы. Хочу сказать, что в целом работа не сложная и очень даже интересная. У вас все обязательно получится. Главное начать и соблюдать некоторые правила. Так, друзьяшки, но я же вам должен это показать. Ох, какой я сильный. Затопили мы печку и происходит такая беда. Просто идет вот такая трещина. Но я уверен, вы уже это все сами предугадали и, видимо, даже написали в комментариях. Но на самом деле оказалось, что все намного проще и лаконичнее. Вот тут у меня стоял уголок, который был уперт прямо в котел. И когда мы затопили, конечно же, причем я сделал 3 мм на расширение тепловое. Оказывается, печка расширяется больше, чем 3 мм. И она подняла. Пошли трещинки. Я напугался. Конечно же, очень быстрыми темпами отсюда выбили этот угол, убрали его. Ну что, и кладем дальше. Да, кладем дальше. Когда кладете, пожалуйста, защищайте вот эти все вещи. Это все может просто где-то в каких-то местах задевать, а в конечном итоге у вас будет царапанная, некрасивая, отвратительная труба. Вот, все. Я кладу дальше, а вы наблюдайте. За трубой класть, конечно, это просто ни в какие рамки не лезет. И еще, друзья, стулья, на которых вы работаете, они должны быть, как минимум, не советские. Они могут быть советские, только хорошие. Потому что вот я сейчас работаю на стуле, на котором можно убраться вообще просто в секунду. Итак, я сейчас за трубой кладу. Аккуратно вот так положить. В данном случае замешиваю я раствор такой консистенции. Я беру суглинок, наш речной. Очень классный материал. Три части суглинка, один часть песка, один часть цемента и вода. И становится материал отличный, пластификаторный. И, короче, кладется он просто. И воды надо так, чтобы это было как примерно 15% сметана. Вот тогда этот раствор будет и вам будет комфортно работать. Ну, в моем случае, может быть, сейчас меня кто-то поправит. И даже, наверное, хорошо, если поправят. Потому что я делаю это, как я считаю нужным, как считаю правильным. Во всяком случае, это работает. И самое-то главное, чего я не сказал, я же добавляю еще бетоноправо немножко. Потому что печка у нас сейчас не топится. Если ее сейчас топить, будет беда. И бетоноправо, он является в данном случае хорошим, во-первых, дополнительным пластификатором. Во-вторых, он не дает ничему тут замерзнуть. А, и он еще ускоряет процессы бетонные. Это тоже большой его плюс. Что заметил прикольного с этим кирпичом. И его хоть стучи, хоть не стучи молотком, ему вообще пофигу. То есть расколоть вот этот бетонный жбы и камень, это надо реально постараться. По сути, это брусчатка. Только, правда, брусчатный камень подешевле выходит за квадрат. А между тем, мы выходим с вами на финишную прямую. И осталось просто доложить совсем немножко. Три ряда. И эта штука закончена. В следующей серии мы с вами будем класть кафель. Сначала давайте докладываю кирпич и потом докладываю вам о всех нюансах, которые встретились мне в пути моей работы, которыми я хочу с вами поделиться. Ребята, я хочу сказать один важный момент. Для меня кладка такого кирпича, это на самом деле эксперимент. И я его очень сильно боялся. В того момента пока не попробовал. Поэтому я всем рекомендую, если вы чего-то боитесь, пробуйте. Берите и делайте. И у вас все обязательно получится. Я так думаю. Главное делать это с любовью, с душой и с интересом. Это важно. И мы наконец-то закончили. Потрачены одни выходные. Если вы в комментариях напишите мне совет, как мне закрыть вот эту щель между трубой и вот этим отверстием. Но не очень она красиво смотрится. Я буду вам крайне признателен. Сейчас мне осталось как-то закрыть с той стороны эту печку. Построю там вторую стенку и засыплю между ними керамзитную вот эту крошку. Скорее всего. Не знаю пока. Ну, мысль вот такая. Может быть сделаем по-другому. Получилось вроде как, блин, нормально. Не знаю. Напишите в комментарии, как вы считаете. Я еще раз ставлю акцент на то, что это бетон и он прям приятный для тела. Я считаю, что от трубы, от печки он будет нагреваться и потом отдавать свое тепло в виде батареи. Так, друзья. Давайте. Следующая серия мы с вами начнем делать пол с уклоном на трапы. Это будет керамогранит. Если у вас есть уже какие-то советы по керамике, пишите мне, потому что для меня каждый ваш комментарий будет полезен. Очень рад буду, если это видео кому-то пригодится в жизни. А если вам оно понравится, то, конечно же, отметьте его лайком, пожалуйста. Если вы кому-то поделитесь этим видео, ребятам, которые тоже строят, это будет просто помощь каналу. Это будет помощь этим ребятам. И это будет просто шикарно. В бане жарко. Затопили один раз, а жара неимоверная. Давайте. До скорых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok